На этом уроке мы проведем морфологический разбор 22 айта для приступивших к границе дозволенного местом возвращения. Следующее слово это тагина по модели фаина с удаленным ламом, то есть с удаленной третьей коренной буквы Я. Так в основе у нас было тагина по модели фаилина. Из-за трудности произношения ради легкости к срубуку Я удалили, что привело к встрече двух суконированных букв Я. Первое это Я являющийся третьей коренной буквой, а второе это Я являющийся признаком падежа Аль-Джер, после чего первое Я удалили во избежание встречи двух сукон. Значит от тагина у нас Исмуфа'лин, причастие с действительного залога, ими действующего, форма множественного числа мужского рода. Целая форма, правильная форма множественного числа мужского рода. Как мы указали это слово в родительном падеже, так как ему предшествует харфа Джер, предлог родительного падеже. А если взять исходную первоначальную форму, которая была у этого слова в падеже аррафа, то это от тагуна, по модели фауна. Тагун это множественное число формы и единственное число тагин, от глагола тага и тага. Тага это феалун, сулясийун, муджарадун, гайруссальмин, гайруссахихан. Это неправильный, нездоровый глагол трех букв, но глагол первообразной формы. Тага это глагол нахзин, глагол, у которого третья коренная буква является слабой буквой. Мы уже упоминали, что исм-фааль, имя действующего лица от трех буквенного глагола приходит по модели фааль. Значит от тага исм-фааль будет в основе тага юн. Подобное имя, у которого последняя коренная буква, то есть третья буква является слабой буквой, называется исман-манкусом, недостаточным именем, так как оно в некоторых случаях лечается своей последней буквой я. Также бывает лечено некоторых огласовок. Итак, алис-муль-манкус это имя с изменяемым окончанием, с неудвоенной постоянной буквой я на конце, предыдущая буква которой огласована кэсером. Это его определение. Например, ад-да-и в основе было ад-да-йю, аль-муфти в основе было аль-муфтию, аль-муштари в основе аль-муфтию, аль-муфти в основе аль-муфтию. Значит, если это будет имя с неизменяемым окончанием , то это не будет считать исман-кус. Или если буква я на конце будет удвоенной, как, например, слово али-юн, шар-юн и так далее, то то же самое это имя не считается исман-кус, недостаточным именем, так как удвоенная буква я, так же как и здоровая буква, может иметь все три огласовки, например али-юн, али-ян, али-ин. А если буква я на конце не является постоянной, неразлучной, то тоже такое имя не будет считаться исман-кус, например, салям-ту-аля аби-мухаммадин. В этом примере на конце имени имеется буква я, однако это не постоянное я, признак падежа аль-джар. Если перед этим именем придет другой амель, другой фактор, например, фактор падежа аль-раф, в этом случае этой буква я не будет на конце, например, джа аль-ху-мухаммадин. Как мы видим, на конце этого имени сейчас буква вау, а не я. Значит, это тоже не исман-кус. Та же самая картина будет, если огласовку буквы, предшествующую букву я, не будет кастры, например, слова лаб-юн или рам-юн. Итак, если перед нами исман-кус, будет она образована трех буквенную, четырех, пяти или шести буквенную глагола, то из трех известных огласовок фатха кастры и дамы, на конце такого имени проявляется только огласовка фатха, так как это самая легкая огласовка, ее нетрудно произносить над буквой я, например, аджибу да ай-я-ллахи, как приводится в айте, да ай-я. А что касается двух остальных огласовок, кастры и дамы, то эти две огласовки считаются трудными, тяжелыми в произношении над буквой я, поэтому эти две огласовки будут скрытыми, подразумеваемыми над буквой я, они не читаются, например, джа-ад-да-а-и, салям-ту-аля-да-а-и. Итак, проведем спряжение данного имени, таг-юн, с учетом изменений, которым данное имя подвергается. Таг-юн – это исман-куз, здесь мы видим огласовку дамы над буквой я, которая удаляется из-за трудности произношения. Дамы буквой я удаляется, что приводит к встрече двух суконов – буквой я, огласовка которой мы удалили, и тануина, так как тануин, по сути, это суконированный нун, вследствие чего буква я удаляется, после чего у нас остается таг-юн, по модели фа-юн, с удаленным ламом, то есть третьей коренной буквы. А если в начале этого имени добавляется аль, частица аль, артикль аль, то, как известно, это приводит к удалению тануина на конце имени, а значит исчезает причина удаления буквы я, ведь она у нас была удалена из-за встречи двух суконов – я и тануина. И когда мы удалили тануин, из-за добавленного в начале аль, отпала причина удаления буквы я, поэтому она возвращается, однако без огласовок, без дамы или касры, например, «джа ад-да'и салям туалад-да'и». В первом примере у нас скрыта дама, а во втором примере скрыта касра «уллаху а'дам». Субтитры создавал DimaTorzok